Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпятом или же Александр, и сегодня мы вместе с вами будем наблюдать за поездами и за тем, как они рушатся в игре под названием Тирдаун. Ну а если вам понравится этот видос, или вы захотите меня поддержать, вы можете это сделать с помощью лайков. И в этом ролике мы даже столкнем между собой два поезда, но всему свое время. Сперва я бы хотел посмотреть, как поезд на полном ходу может повлиять на какой-нибудь транспорт. Например, вот на этот автомобиль. Нужно прямо сейчас загнать его на рельсы и надеяться, надеяться на то, что с ним ничего не произойдет, пока я еду к этим рельсам и он не сломается. И почему все такое размытое спереди? Почему все такое... Ага. Опа, 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 все, 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 все. Все, машина на рельсах, а транспорт уже подъезжает. Вы видели, да, что я видел только то, что передо мной все вдали было очень размыто. Хм. Постарался все это отключить, теперь картинка стала более четкой. Ну шо, поезд? Ты сможешь протаранить автомобиль или нет? Я даже включу замедление времени, чтобы можно было рассмотреть буквально каждую секунду, каждый нюанс, каждый пиксель, который будет разрушаться, а точнее каждый воксель. И тот, кто сидел в этой машине, выживет или нет, интересно мне знать. Происходит столкновение, и половина... Поезд затормозил. Поезд затормозил, это куда вообще годится? Хм. Ладно, хорошо. Мне кажется, друзья, произошло это из-за слоумо. Поэтому в этот раз включать я его не буду, а просто машину оставлю... Блин. Так, поезд уже подъезжает, нужно запрыгнуть буквально на рельсы. Есть. А-а-а! Не получилось. Блин, обидно. Ладно, я хотя бы кончиком буду задет. Никуда это не годится. Вот, друзья, уже гораздо лучше. Машина застряла на рельсах, да не полностью, но главное, что она застряла. И, по идее, поезд сможет ее снести. Что удивительно, в первый раз получилось все четко. Сейчас же этой четкости мы наблюдать не можем. Машина то не доезжает, то переезжает. И давай, поезд, не подведи меня. Блин, был бы здесь какой-нибудь трамплин или что-то типа переезда, это было бы гораздо... Ой-ой-ой-ой-ой. Кто бы мог подумать, что поезд сойдет с рельсов. Так вот, это было бы гораздо удобнее и приятнее. Ух ты, елки-палки. Если кто-то сидел внутри, то его уже просто расплющило. А поезд, кстати, можно еще и управлять. Попробуем поехать дальше, но колеса реально уже не дадут никуда сдвинуться. В общем, ну... Карта не самая подходящая для этих целей. Давайте немного ее изменим. Вот это уже, друзья, совсем другое дело. Тут есть переезд и есть автомобиль, который на этот переезд можно нормально, ровненько, четенько поставить. Прямо на середину давай. Ну, застряла, да, машина, все как положено. И слева сейчас мы увидим несущийся состав. Кстати, справа тоже будет несущийся состав. И в итоге эти два состава просто столкнутся между собой. И это должно быть эпично. Вижу слева, как же он несется. Пум! Просто пум! Пум! Ха-хай! Ой, как-то жестко! Как же это, елки-палки, жестко! Просто груда металла. От машины хоть что-то осталось, как вы думаете? Хоть где-нибудь можно ее увидеть? Первый состав, он буквально подскочил на этой машине, как на трамплине. Так, я вижу... Это от машины, да, кусок? Елки-палки. Вижу контейнеры, а машина... Машина развалилась просто на огромное количество вокселей. И с ней уже ничего не поделаешь. Реально, ее просто не существует. И при этом поезда пытаются ехать дальше. Куда вы едете? Вы все уже разрушены. Ну-ка, давайте-ка теперь без машины попробуем посмотреть, как эти поезда будут сталкиваться. Столкновение произошло где-то в этой точке, если я не ошибаюсь. Где-то, наверное, тут. Даже слоумо пока не буду включать. Просто хочу посмотреть, насколько поезда будут разрушены. Если они идеально лоб в лоб столкнутся. Ничто им не помешает. Ни машина, ни слоумо. Просто бум. Эх, у них же еще есть топливные цистерны в составе. И если бы они взрывались, было бы вообще прямо офигенно. Да, я выбрал практически удачное место. И... Пумс! Эй! Ну, че-то как-то я ожидал разрушения. Но они просто столкнулись лбами. И все. Один не пробил второй, второй не пробил первый. Такие вот, друзья, дела. Да, да, да. Не совсем эпичное разрушение почему-то. Хотя я как бы ничего и не делал, чтобы этому помешать. Давайте в слоумо попробуем. Просто первый раз было реально круче с машиной. Хотя слоумо не включал я. Может слоумо как-то изменит физику, как это обычно бывает. И... Зрелище будет просто сногсшибательное. Очень хочется в это верить. Так, поезд слева. Ну, давай же, едь. Вот он мчится. Поезд справа. Точка выбрана нормальная, мне кажется. И... Даже можно было бы немножко левее. Слоумо активировано. Давай. Давай, 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 давай. Че-то сейчас будет. Да, задняя часть состава разрушена. Это хорошо можно видеть. Контейнеры просто взлетели на воздух и... А поезда просто... Оттолкнулись? Хм. Нам кое-чего не хватает. У поезда слишком прочная передняя часть. Я думаю, нужно это исправить. Я даже примерно понимаю, как это можно сделать. Мы возьмем С4 и подорвем поезд во время столкновения. Так. Если, конечно, получится. Так. Как взрывается на К? На К взрыв происходит. Не вижу. А где поезда? Мчится. Слоумо. Чтобы просто установить взрывчатку. Куча взрывчатки. Летим вперед. Я обогнать поезд попробую. Лучше это делать в Слоумо. Да, я быстрее поезда. Когда они доедут, я, возможно, произведу детонацию. И все будет здорово. Ладно, помчались. Где-то, 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 где-то это будет тут. Ну-ка. Поезда уже едут. Сейчас будет взрыв. Как вы думаете, друзья, что произошло? Игра просто вылетела. Во время взрыва просто, просто вылетела. Просто повисла и вылетела. Ладно, давайте установим машину еще разочек. Посмотрим, что будет. Может, она не просто так здесь. А для того, чтобы эффект был покруче, как это мы видели в первый раз. Почему она вылетела? В такой неподходящий момент так все могло быть эпично. И просто вылет. Серьезно. Очень обидно. Так, ладно, наблюдаем. И первое препятствие пройдено. Ну-у-у. Ну-у-у, да, сам сам... Опачки, опачки, опачки. Взрывы пошли. Наконец-то взрывы. Да, вот это было здорово. Я уже отвернулся в сторону. Думал, ничего интересного не будет. А тут сам тягач, он просто не разрушен. Он супер прочный. Так, а если попытаться, друзья мои, вот что сделать. Смотрите, мы сразу взорвем поезд до столкновения. Похоже, просто игра такая, типа... Ёлки-палки! Жестко, 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 жестко. Я на такое не подписывалась, чтобы и взрыв был, и столкновение. Это... Это слишком для меня. Так. Едь сюда. Поезд, друг мой. Детонация. И дальше он уже не поедет, да, наверное? Вот это часть прочная, супер. Ее взорвать не выйдет, да? Да, она не повреждается. Это супер прочный металл, но состав по инерции все равно движется вперед. Причем довольно уверенно движется. Где второй поезд? Вот машина. Долго он едет? Ёлки-палки. Где-то тут должен быть контакт. Ой, он сейчас перевернется. Не-не-не, все еще держится. И... Пум! Ну... 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 Как бы даже и не знаю. А если попытаться... Из РПГ все это дело исправить? Не. Поезда сделали слишком прочными. Это, по-моему, большой минус. По-моему, это большой минус. Хорошо. Хорошо, мы кое-что еще провернем. Я попробую сделать так, чтобы поезд сошел с рельс. Давайте возьмем немножечко С4 и попробуем где-то вот тут его установить. Но не факт, что получится. Оно не взорвется нифига. Да, рельсы неуничтожаемые. А если Мьелнером? Ни один из инструментов не справляется с рельсами. Жалко. Есть еще вот такой новый инструмент. Я потом покажу, как он работает. Но пока поезда... Как в старые добрые времена сталкиваются, разлетаются. Ну и на этом, в общем-то, все. Жалко, очень жалко. Я ожидал от этого больше. Так вот, Катана, смотрите, что она умеет. Она разрезает все предметы надвое. Очень удобно порой может быть. Но... Эх, поезда. Погнали на следующий уровень. Этот уровень похож, но только здесь будет один поезд и целая куча транспорта. Ну, например, автобус с пассажирами. Тихо-тихо-тихо, поезд, погоди. Я еще не успел автобус поставить. Переестарался. Вот так. И... Пум! Эй, куда ты его потащил? И как долго он будет тащить этот несчастный автобус? Кстати, у меня инструментов почему-то на этой карте нет никаких. Эй, что с автобусом? Поезд! Я бы хотел запрыгнуть на поезд и посмотреть. Там уже конец карты. Сейчас будет забор. Давай, давай, дотащи этот автобус до забора. Я думал, автобус вообще разлетится на две части, а он оказывается вот как. Здесь транспорт был все это время. Блин, нужно было бы разрушить этот мост, чтобы все обрушилось на поезд. Поезд, кстати, поезд просто затормозил со временем. Ну... Да! От автобуса не осталось, в общем-то, практически ничего. Он продырявлен. Хотя, шасси все еще крепкое. Наверное, из того же материала, что и... Нифига, смотрите, тут что-то крутится. Какой-то двигатель. Из того же материала, что и рельсы. Хм, занятно. И поезд решил развернуться, поехать обратно. Только как-то странно он это делает, вам не кажется так? Может, я где-то ошибку допустил, и инструменты на самом деле есть? Да, а что они исчезли? Очень странно. Они просто исчезли. Я буду на поезде ехать в этот момент. Давай. Давай, 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 давай. Я не смог залезть в поезд. Ну, зато я теперь двигаюсь быстро. Блин, вот машину реально просто расплющило. Просто расплющило несчастный автомобиль. Да, автобус прочнее. А что если пожарную машину загнать? Так. Блин, у нее тут целая куча разного управления. Она уже начала разваливаться, пока я только заезжал. Эх. Выбраться бы, выбраться бы, выбраться бы, выбраться бы. Итак. Будет ли раскол напополам? Оу. 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 Как на трамплине? Да ты что? Да ты что? Вот это ничего себе. Самым сложным препятствием стала пожарная машина. Я думал, что она будет расплющена поездом. Но поезд расплющен пожарной машиной. Кстати, здесь целых два тягача. И это прям здорово. Прям здорово. Бревна, смотрите, есть. Нифига себе. Ну, и остается последний экземпляр. Хотя, погодите. Я бы хотел попробовать залезть внутрь поезда. Есть ли такая вообще возможность или нет? Он едет сейчас медленно. И у меня будет время понять. Нет. Внутрь. Стоп. Или можно? Ну, в смысле. Да, можно. Попасть внутрь. Просто нужно целиться в правильное место. А вид из первого лица как выглядит? Ну... Поехали. Он не едет. Так, он вроде бы разгоняется. Погоди. Погоди. Успею ли я транспорт поставить? Я под землей. Успею ли я транспорт поставить? Погоди. Вылетаем. И летим к поезду. У меня все шатается почему-то. Давай. Залезаем. И вид от первого лица. Вот машина перед нами. Снимаем слоу-моушен и... Че все трясется? Я не понимаю. Что происходит вообще? Все тряслось? Да. От машины ничего не осталось. Печальненько. Печальненько. Гу дальше. Есть еще вот такая, друзья, карта. Тоже с поездами. И я на танке. Не совсем понятно, как это вообще работает. И почему я на танке. И что я должен уничтожать. И как я должен не упасть с этих двух составов. Они везут меня сразу вдвоем. И я на танке. Прикольно. Может быть я по своим же должен стрелять? А вообще посмотрите. Тут очень много других поездов. На стороне. Но как развернуть танк здесь? Совершенно непонятно. И как из него целиться? Я пытаюсь на месте развернуться. Но это супер сложно. И попадаю я совершенно не туда, куда нужно. Наверняка. Так. Это очень странно все. Танк. Похоже нужно уничтожать именно вот эти составы. Но и они взрываются как бы окей. Танк весьма скорострельный. И я выиграл или я проиграл? Когда время закончится. Короче нужно было уничтожить как можно больше поездов. Странная карта. Я ее не понял честно говоря. Теперь опять хочется столкнуть несколько поездов. Но при этом я буду находиться в одном из них. И как это будет выглядеть от первого лица? Какие эмоции можно пережить, если ты неудачный машинист? Так. Тихо. Слоу-моушен. Чтобы я сел в кабину. А дальше будет видно. Кабина. Я в кабине. Я в кабине. Все трясется. Я мчусь. Полный газ. Полный вперед. Почему? Поезд трясется в этот момент. Я не понимаю. С чем это связано? Потом и камера сама по себе начинает трястись. Ну в общем была не была. Сейчас будет столкновение. Бэм. Воу. Ха-ха. Воу. Кабину снесло маленько. Но я. Кондиция транспортного средства в порядке. Да по всей видимости. Наш тягач оказался прочнее чем их. Посмотрите. А ну да. Состав конечно пострадал. Тут иначе и быть не могло. Потому что ну это предсказуемо на самом деле. Да. Что это такое за механизм? Блин. Мне интересно. Это так работают поезда? Это двигатель такой? Куда ты едешь? Погоди. Я вам тут не один. У них тут целых трое. Никогда в технике в игре я ничего подобного не встречал. Это прям что-то новенькое. Занятно. 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 Очень понятно. На самом деле нет. И еще один эксперимент. Хочется установить несколько мощных зарядов под поезд. И когда он будет на ходу мы эти заряды активируем. Прям дофига, дофига, дофига. Когда он будет проезжать? Такс. Надеюсь игра не вылетит. Подрыв я буду делать под тепловозом. Вот тут. А, не та кнопка. Ладно. Это была не та кнопка. К сожалению. Окей. Ну, авария произошла. Сами тягачи поехали дальше. Локомотивы. Жалко. Я хотел, чтобы локомотив подбросило. И он бы за собой потянул бы все наверх. Так. А можно в принципе далеко не идти. Я кнопки перепутал. Бывает. Так, довольно много взрывчатки. Можно было бы еще больше, но этого должно хватить. Подорвем именно локомотив. Первый или второй? Хочу первый. Ладно. Так и быть первые. Пум. И он едет. И он едет. Совершенно спокойно. Как будто бы ничего и не произошло. Я думаю, что двигатель сам по себе не нашел. А, он не уничтожается, двигатель? Он не уничтожается. Абсолютно полностью не уничтожается. Хорошо? Хорошо, нам нужно больше взрывчатки. Я сделаю то же самое, но взрывчатки заложу гораздо больше. Так. Еще бы силу бы увеличить. Она и так самая максимальная, да? Ну, была не была. Взрываем второй в этот раз. Почему его так слабо подбрасывает? А второму вообще пофиг. Конструкция поезда так задумывалась, чтобы ему было пофиг. А нет, не пофиг. Все-таки его начало раскачивать из стороны в сторону. И этот занос восстановить... О, поехал. Восстановить уже не получилось. Так, тут у нас древесина. Здесь у нас интересно, что находится. Если выстрелить. Ну, это пустые цистерны. Давай, локомотив, до свидания. Езжай, как говорится, туда, куда тебе нужно. Просто езжай. Хорошо, еще, друзья. Смотрите, я заминировал этот мост. И хочется сдетонировать бомбы, когда поезд будет проезжать прямо над ним. Под ним. Бам! Эй! Эй! Что? Надо было еще и эти балки минировать. Блин, отстой. Ладно, хорошо. Попробуем еще раз. Не проблема. Итак, все готово. Бум! Да! Получилось. И поезду опять пофиг? Ну, да. Взрывы немного задели сам состав. Ну, в целом, если бы тут ехали пассажиры, им было бы пофиг, и они бы совсем даже бы и не пострадали. Единственный минус этого моста, что он находится супер далеко от старта карты. И сюда приходится летать постоянно. О, тут есть... Офигеть! Здесь есть еще что-то? А вот этого я не знал. Тут есть какие-то грузовики. Почему бы этот грузовик эту фуру не поставить бы там? Это было бы супер круто, положить ее на рельсы и посмотреть на результат. А давайте-ка я слетаю сюда и посмотрим, что будет с поездом. Итак, я тут. И вроде бы за горизонтом появляется тот самый локомотив. И сейчас, я думаю, будет так. Он врежется в эти балки и его просто перевернет прямо на здание. Посмотрим. А, он... Вау! Вау! Вау-вау-вау! Вот этого я не ожидал. Вот это прям эпично. Я не думал, что он пробьет ограждение. Офигеть! Вот это прям круто! Вот это прям круто! Давайте с другого ракурса. И вот отсюда, друзья, мне кажется, будет видно уже все очень хорошо. Поезд приближается. И сейчас будет час икс. Подлетает и просто... Ммм... Сносит здание. Жесть. Но я думал, он больше в середину, да? Выстрелит этот поезд. Ну и так, на самом деле, неплохо. Земля повреждена. Все повреждено. ФПС максимально сильно просел. Что со зданием стало? Его просто как будто скривило немного. А, это стена. Странно, что она не разрушилась, а именно сдвинулась. Внутри ничего не взорвалось. В прошлый раз был взрыв, и его четко было видно. Сейчас просто он снес абсолютно все. И грузовик. Ну, а вот эта машина осталась. Очень хорошо. Очень приятно, что хоть кто-то смог выжить. В этой истории. И на этом, друзья, мы с вами, пожалуй, пока остановимся. Надеюсь, видосик вам понравился. Большое спасибо за внимание. Ну и также пишите, какие эксперименты еще можно провести. На что бы вы хотели посмотреть. Мы обязательно что-нибудь еще сделаем. Ну а пока на этом все. До новых встреч. Удачи. Пока-давай.